Мы приветствуем вас на сегодняшнем вебинаре, посвященном проектированию рабочей программы по географии в рамках перехода на ВГОС третьего поколения. Мы очень надеемся, что эта встреча будет полезной для вас. И после проведения вебинаров в первую волну мы получили очень качественную, хорошую обратную связь от вас, от учителей географии города Москвы. И сегодняшний вебинар мы постараемся сделать каким-то более, что ли, практикоориентированным. И сегодня с вами я, меня зовут Антон Сергеевич Агапов-Стрижаков. Я старший методист по географии Института содержания методов и технологий образования Московского городского педагогического университета. И также с вами Максим Михайлович Бяшкин. Максим, ты в эфире. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рады вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре. Как уже сказал Антон Сергеевич, тема нашей сегодняшней встречи – это проектирование рабочей программы по географии. Мы надеемся, что данная встреча принесет вам новые знания, новые умения. И по итогу нашей сегодняшней встречи вы научитесь грамотно и правильно проектировать рабочую программу по нашему предмету. С помощью данной рабочей программы, которую вы самостоятельно в дальнейшем проектируете, вы сможете облегчить ваш рабочий процесс. А мы постараемся вам в этом. Спасибо. Спасибо большое Максиму Михайловичу. И, коллеги, мы начнем уже, наверное, с нашей презентации. Организация образовательного процесса по географии в условиях перевхода на ВГОС третьего поколения. У нас также есть вкладка «Вопросы и ответы». Уважаемые коллеги, если у вас появляются вопросы в течение сегодняшнего вебинара, не стесняйтесь их задавать. Максим Михайлович будет самое интересное из них озвучивать. Итак, коллеги, мы начинаем. Сегодня с вами я уже представил себя и своего уважаемого коллегу Максима Михайловича. И мы сегодня кратко постараемся, насыщенно, но не занимая излишнего времени, не вползая в какие-то пространные рассуждения, поговорить о том, какими же инструментами чаще всего пользуется учитель, что ему нужно. Практика показывает, что чаще всего учитель, конечно же, пользуется учебно-методическим комплексом. Учителя Москвы пользуются Московской электронной школой, пользуются федеральным государственным образовательным стандартом. Ну, как, будем честны, что в ГОСО мы чаще всего пользуемся, когда нам необходимо создать рабочую программу и представить в администрацию школы какие-то устанавливающие нашу деятельность документы. И после этого только мы вспоминаем о рабочей программе, и чаще всего мы о ней вспоминаем в парадигме. Ну, я ее написал, зауч ее принял, ее выложили на сайт школы, и, в принципе, зачем она еще нужна. Поэтому, коллеги, я сейчас, про что поговорим, простите, рабочая программа, как она есть, какое сейчас положение дел с рабочими программами в школах, зачем она нужна вообще и какой она может и, наверное, даже должна быть, и какие решения для московских учителей предлагает Московская электронная школа. И для начала, коллеги, я попрошу пройти небольшой опрос. Он посвящен вашему нынешнему восприятию рабочей программы. Те, кто могут воспользоваться QR-кодом, который выведен на экране, пожалуйста, воспользуйтесь QR-кодом. Тем, кому это неудобно, я сейчас в чат отправил ссылку на этот же самый опрос. Коллеги, пожалуйста, пройдите его и пройдите его. Очень просим вас честно отвечать на вопросы. Они абсолютно анонимны, но они помогут нам понять, что вообще происходит с рабочими программами в педагогическом. Максим Михайлович, скажите нам, пожалуйста, когда вы работали учителем в школе, с какими основными проблемами вы сталкивались именно при проектировании рабочей программы? Исходя из своего опыта, я скажу, что самая большая сложность заключалась именно в проектировании самой рабочей программы. То есть трудно было понять, как составить такую рабочую программу, чтобы в процессе дальнейшей работы она действительно являлась рабочим инструментом. К ней можно было в дальнейшем, собственно, обращаться, а не так, что мы составляем рабочую программу до начала учебного года, и в дальнейшем мы просто о ней забываем. То есть сложность заключалась именно в представлении рабочей программы как, собственно, рабочего инструмента и такого инструмента, который мог бы помочь нам в процессе дальнейшей нашей работы. А как вы считаете, какая часть рабочей программы самая полезная, может быть, для учителя, самая важная? Ну, самый полезный, мне кажется, естественно, является содержание, содержание рабочей программы, потому что без содержания, собственно, и нет образовательного процесса. То есть на содержание строится весь наш образовательный опыт. А к образовательным результатам вы как относитесь? Образовательные результаты, конечно же, важны, потому что они являются главной составляющей нашей деятельности. То есть нам необходимо всегда стремиться к некому результату. Спасибо. Коллеги, сейчас еще мы собираем некоторое количество ответов на вопросы. И буквально через минуту сразу представим вам статистику, как обстоят дела с мнением учителей о рабочей программе. У нас сейчас в трансляции 214 участников и 120 ответов получено. Давайте мы дождемся примерно 150 ответов. И тогда я выведу на экран результаты. А сейчас, пока я вам верну, на всякий случай вдруг кто-то не успел, слайд с QR-кодом. Ссылка, повторяю, есть в чате. Вот здесь QR-код. Пожалуйста, коллеги, кто еще не ответил на вопросы о трансляции, пожалуйста. Не стесняйтесь задавать вопросы. Мы будем на самое интересное стараться отвечать. 134 ответа у нас уже есть. Давайте, коллеги, чуть-чуть совсем осталось. Нам очень интересно посмотреть результаты. 135. Задавайте пока, пожалуйста, вопросы. Вопрос, который прозвучал. Почему я подписан как анонимный пользователь? Я в своем Teams. Я не знаю, уважаемый коллега, попробуйте выйти из трансляции и перезайти в нее. Может быть, иногда бывают проблемы с учетной записью. Teams. 148 ответов тем временем у нас уже. И еще буквально два, и мы с вами поделимся и пообсуждаем результаты, коллеги. Совсем чуть-чуть нам осталось. Итак, мне нужно буквально 40 секунд для того, чтобы поделиться с вами результатами нашего опроса. и я это с удовольствием сделаю через уже 30 секунд. 162 ответа даже будут отображены на второй вопрос, а на первый вопрос мы увидим ответы 150 ровно человек. Итак, коллеги. Первый вопрос, который был задан. Какого подхода вы придерживаетесь при разработке рабочей программы? Возможно, у нас что-то на выбор. И значимая подавляющая доля респондентов ответили нам, что либо опираются они на примерную программу, которая опубликована Министерством просвещения. Это достаточно распространенный путь проектирования собственной рабочей программы. И также разрабатывают совместно с коллегами по методическому объединению. Разрабатывают самостоятельно чуть больше 25 человек, где-то, наверное, 30. И, кстати, совсем у нас мало, что, наверное, не может не радовать вариантов. Рабочую программу дает администрация школы в готовом виде и рабочую программу дает методическая кафедра в готовом виде. Дальше мы поговорим с вами о том, как все-таки составлять рабочую программу в команде с коллегами, зачем это нужно, почему это важно и как конкретно это работает в том шаблоне, который мы вам предоставим для выполнения зачетного задания и в котором будет написана готовая рабочая программа по географии, которую мы вам вышлем после завершения курсов. Итак, какие основные тезисы при самостоятельном или совместном с коллегами проектировании рабочей программы, почему это важно? Осмысленности проектирования. Почему это так важно? Потому что, когда мы подходим осмысленно к проектированию своей рабочей программы, именно проектированию, а не копированию из каких-то известных источников, да, мы тратим достаточное количество времени на подготовку, но зато мы становимся хозяевами своего учебного процесса. Мы сами твердо знаем, что, как и когда мы будем обсуждать со своими обучающимися, к чему они должны прийти и к чему, может быть, придется вести их другому учителю. Всякое у нас бывает. Человек уходит в декретный отпуск с счастливой причиной или просто переезжает в другой город. И тогда, когда рабочая программа составлена в совместном труде с коллегами по методическому объединению, вы красиво передаете свои классы другому преподавателю, которому не нужно резко придумывать что-то свое, если он посередине учебного года пришел работать в вашу школу. Систематизация и подготовленность. Систематизация и подготовленность. Когда мы систематизируем и готовим содержание своей рабочей программы, по сути дела, если мы это сделали летом, в сентябре, в октябре и дальше, нам почти ничего не нужно делать. Вот мы заранее знаем, какие у нас темы, сколько примерно часов нужно на них потратить и чего мы хотим добиться от наших учеников. Учет условий работы. Самостоятельно составленная рабочая программа, в отличие от примерной рабочей программы, которая есть, в самостоятельной рабочей программе вы можете точно учесть те рамки, материально-технические, может быть, уровень детей, с которыми работаете конкретно вы. Вы твердо знаете, что вот эту практическую работу, которая указана проводить своим детям, вам неинтересна, но зато, например, у вас хорошо компьютеризированная школа и вы можете включить геоинформационные системы в практические работы, и это будет огромным плюсом. Вы управляете содержанием. Сами часто бывают ситуации, когда учителя работают в нестандартных школах, в нестандартных классах, в которых требуется сокращение, например, или увеличение часов на изучение географии, например, это спортивная школа какая-нибудь. И самостоятельное проектирование рабочей программы в таком случае очень помогает отделить зерна от плевел и понять, что же нам в итоге нужно. И, как вывод всего вышесказанного мной, мы экономим время в течение учебного года, когда имеем самостоятельно или в команде подготовленную рабочую программу. вопрос у нас появился от уважаемого Станислава. Добрый вечер. Можно ли про проведение уроков переставлять темы в КТП рабочей программы? В теории можно. На практике поговорить с своей администрацией, как она отнесется к перестановке уроков в КТП в электронном журнале. Вообще, можно, конечно. и так, как же мы проектируем рабочую программу? В традиционной модели, которая представлена на слайде слева, рабочая программа представлена как будто параллельно, знаете, точнее, наоборот, даже последовательно тремя большими блоками, которые следуют друг за другом, слабо пересекаются и поэтому не очень удобны для работы учителя практической и каждодневной. То есть сначала у нас обычно идут планируемые результаты, потом содержание или сначала содержание, потом планируемые результаты и затем следует тематическое планирование. В подходе, который сейчас разработала команда Московской электронной школы, это все вместе и, конечно, главным базисом рабочей программы в нашем новом представлении ее являются предметные результаты. Почему именно предметные результаты? В Японии есть выражение или, может быть, его предписывают только японцам, у самурая нет цели, только путь. Быть самураем во время образовательного процесса это непозволительная роскошь, потому что у нас ограничено время, у нас ограничены ресурсы, у нас есть родители, которые хотят видеть качественное превращение компетенции своего ребенка, и поэтому ставить во главу угла просто некий абстрактный процесс мы не можем себе позволить. Во главу угла мы должны ставить образовательные результаты, как предметные, так и метапредметные, так и личностные, все три типа результатов, которые должны быть в рабочей программе согласно требованиям нового федерального государственного образовательного стандарта. И посмотрите на диаграмму, коллеги, все три типа результатов, они как будто бы пронизывают и содержание учебного предмета, и ресурсы, которые нам необходимы для успешного выполнения программы по предмету, и оценочные процедуры, с помощью которых, кстати, коллеги, напишите свое мнение в чате, а я потом скажу свою версию, зачем нужны оценочные процедуры вообще в процессе обучения, потому что до сих пор, раньше это было модно, и сейчас говорят, что вообще сторонники такого ультра-извода гуманной педагогики говорят, обучение должно быть безоценочным. Вот как вы думаете, коллеги, почему оценочные процедуры все-таки очень важны и должны быть пропитаны теми самыми результатами? Вообще, обращусь сейчас, простите, еще на этом слайде задержусь, внимание, да, новый в ГОС какие требования выставляет к рабочей программе по предмету. В рабочей программе обязательно должно быть отражено, во-первых, содержание предмета, во-вторых, результаты трех видов, личностные, мета-предметные и предметные, и, в-третьих, тематическое планирование. ресурсы какие угодно и оценочные процедуры прописываются по желанию, но лучше их прописывать, потому что это, опять же, ваш помощник. Рабочая программа, и мы надеемся, мы сможем до вас это донести к концу наших курсов. Рабочая программа это не ваш враг, документ, который обязательно нужно сдать заучу, иначе он будет вечерами звонить, а это ваш друг, это документ, который систематизирует и упрощает даже вашу работу. Результаты в Московской электронной школе, как вы знаете, коллеги, наверняка, они выложены в систему электронного журнала. Результаты разделены на три уровня. Репродуктивный, продуктивный и рефлексивный. Или в более простом выражении начальный, повышенный, высокий. В чем их соль? Пожалуйста, коллеги, почитайте слайд, тоже задайте вопросы, и через буквально 30 секунд я проговорю, в чем принципиальная разница и зачем важно разделение результатов на три уровня. Пожалуйста, коллеги, 30 секунд на самостоятельное изучение, чтобы я не зачитывал весь слайд. Итак, коллеги, мы сейчас обозначим кратко, чем отличаются результаты трех уровней, которые вы сейчас видите на слайде. Во-первых, на репродуктивном уровне учащийся в знакомой ситуации воспроизводит готовое знание и освоенный способ действия. На продуктивном уровне учащийся в измененной ситуации извлекает знание заданной неявной в виде информации и осуществляет выбор способа действия на основе анализа учебной задачи. На третьем уровне, на рефлексивном уровне, учащийся в новой для себя ситуации осуществляет целенаправленный поиск информации И открытие новых знаний также инициирует учебную задачу и конструирует способ действия. Спасибо большое, Максим Михайлович, за подобный комментарий. Еще один вопрос нам прилетел в чат. Что такое таксономия? Таксономия – это систематизация чего-то на несколько ветвей классификации, если хотите. Например, таксономия лиственных деревьев есть, клен, дуб, липа, я не знаю, что угодно. Таксономия государств по форме правления, монархические, республиканские и так далее. Вот это таксономия. У нас еще один есть вопрос. Даже комментарий, скорее. Да, даже комментарий. То, что оценочные процедуры позволяют понять уровень освоения программы и темы, как учителем, так и учеником. Спасибо, господин Тихорский. Да, они помогают понять уровень освоения темы, но самая главная суть… Окей, мы поняли уровень освоения темы. Что с этим дальше нам делать? Самое главное, для чего нужны оценочные процедуры – это качественная обратная связь, с помощью которой учитель может четко сказать своему ученику, что у него не так, а ученик понять это и закрыть эти промежутки в своих компетенциях, знаниях, умениях, навыках, как хотите. Кстати, тут тоже Станислав ниже пишет, оценочные процедуры нужны для объективного и справедливого контроля знаний. К примеру, оценка 5 ставится, если ребенок дал не только полный ответ на вопрос, а показал знание, фактический материал, но и в ответе есть причина следственной связи. Это уже отдельная, кстати, тема, коллеги. Это так называемое критериальное оценивание. Мы о нем не будем говорить в рамках курсов, но вообще очень полезно у себя или в рабочей программе, или в отдельном положении об оценивании иметь критерии, за что вы ставите конкретную отметку за конкретную работу. Это очень полезно и снимает огромную кучу вопросов к вам со стороны, например, родителей. Итак, сейчас мы, собственно, перейдем к шаблону рабочей программы. На QR-код не обращайте внимания, простите. К шаблону рабочей программы, в том виде, в котором его предлагает Московская электронная школа. И сейчас мы с вами немножко, может быть, даже потренируемся тому, как его заполнять, потому что именно заполнение корректно и проектирование фрагмента рабочей программы будет вашим зачетным заданием на этих курсах, коллеги. Я сейчас переключу экран с PowerPoint на Word, и мы с вами потренируемся чуть-чуть в заполнении этого шаблона, чтобы этот вебинар был для вас полезным и с практической точки зрения, коллеги. Вот сейчас я отправляю. Я сейчас постараюсь увеличить экран и сделать его, видимо, вау. Итак, коллеги, шаблон рабочей программы, который предлагаем мы в Московской электронной школе, это достаточно несложная таблица, вид которой вы сейчас имеете перед собой на экране. В нее вносится название темы, содержание. Содержание коллеги в условиях работы в Московской электронной школе чаще всего представляет собой тот перечень дидактических единиц, который определен тематическим каркасом по географии Московской электронной школы. Предметные и метапредметные результаты. Вот тут уже начинаются странности, коллеги, почему у нас предметные и метапредметные результаты объединились, а личностные стоят особняком. Мы расскажем вам, почему. Социокультурные и научно-технические ресурсы города и страны. Тут, казалось бы, все просто. Есть, наверное, какие-то дополнительные источники информации, сайты или, может быть, книги, которые есть в электронном доступе, ссылки на которые мы можем вставить в таблицу, и, собственно, так оно и будет происходить. Цифровые ресурсы Mesh, коллеги. Ну, как вы думаете? Цифровые ресурсы Mesh — это, конечно, те материалы, которые есть в Московской электронной школе. Это сценарии уроков, сценарии тем, электронные учебные пособия, цифровые домашние задания. И вот это все, что мы любим. И возможные оценочные. У меня буква О улетела куда-то. И возможные оценочные процедуры, конечно, мы туда вносим. Итак, коллеги, если вы хотите сами сейчас параллельно со мной потренироваться в заполнении шаблона рабочей программы, у вас есть эта возможность. В тех брошюрах, которые вам выслали, есть ссылка на материалы к модулю 2 на курсах повышения квалификации. Звук накладывается, понять ничего нельзя. Я не знаю, в чем может быть проблема. Сейчас мы не говорим одновременно. Итак, материалы к модулю 2. И там есть документ, который называется шаблон рабочей программы. Вы можете сейчас, если вам удобно, открыть, посмотреть и что-то в нем тоже попечатать. Ну, давайте попробуем заполнить какой-нибудь фрагмент рабочей программы с вами вместе, чтобы вы видели, как это работает. Тема. Мне нужно выбрать тему. Откуда же я ее возьму, коллеги? Конечно, из каркаса, из тематического каркаса Mesh, который тоже выложен вам в материалах к модулю 2. Он называется список тем географии. Этот документ. И вот сейчас я его открою. Вы не будете это увидеть. Я делюсь только Word. Ну, например, я хочу сейчас расписать тему. Допустим, территория России на карте мира. Я дальше не буду вам показывать, конечно, конкретные примеры, как я это буду делать с точки зрения результатов из Mesh, которые выложены вам тоже в материалы, чтобы не было так скучно делать домашнее задание. Ну вот. Я внес название темы. И здесь я пропишу содержание. Содержание темы, оно дидактические единицы. Тот же тематический каркас. Простите, коллеги, я чуть перепутал. У вас есть два отдельных файла. Один называется список тем, а другой называется тематический каркас по географии. И я сейчас для примера вынесу всего в эту тему ровно, наверное, одну какую-то дидактическую единицу, хотя вы увидите, сколько их там на самом деле. Сейчас, коллеги, надо... Ну вот, например, я возьму географическое положение России, допустим. И забью его вот сюда, в столбец, который называется содержание. Тут, конечно, должна идти точка с запятой и троеточие дальше, потому что дальше вы будете заполнять еще. Дидактические единицы будете туда вносить. И дальше предметные и метапредметные результаты нужно заполнить. Почему такое важное внимание на результаты? Еще раз повторюсь, коллеги, результаты – это венец нашей деятельности. Когда мы можем измерить достижение обучающимся образовательного результата, собственно, это и является показателем нашей с вами деятельности и слэш, или успешности обучающегося. Достиг он этого результата или не достиг он этого результата. Файл с результатами у вас тоже есть в материалах к модулю 2. Не пренебрегайте этой папкой на Google Диске. Файл текстовый называется «Перечень результатов». Перечень результатов. Что вам нужно будет сделать в процессе подготовки фрагмента рабочей программы? Вам не нужно даже будет делать свои результаты. Хотя это приветствуется, если вы сделаете, это будет положительно и хорошо. Но вам нужно будет взять результаты к теме, которые там перемешаны. То есть нельзя понять, ну можно, если вы хорошо подготовлены, какой из них начальный, какой повышенный, какой высокий, и в каком есть метапредметное содержание универсальные учебные действия. Вам нужно будет просто грамотно расставить их в таблицу. Итак, например, я сейчас выдумаю свой результат из головы, просто чтобы вам показать, как заполнять. Результат начального уровня, коллеги. Ну, как вы думаете, какой может быть результат начального уровня? Ну, например, называть стран соседей России. Почему этот результат именно начальный, а не повышенный и невысокий, коллеги? Как вы думаете? Поделитесь кратко в комментарии, кто успеет. За это время отвечу на вопрос Людмила Дмитриева. Нужно ли в оценочных процедурах прописать подробно текст контрольной работы или теста, или только указать форму контроля? Не нужно подробно. Вы пишете контрольная работа по теме такой-то или же тестовое задание и дальше там содержание укажите. Тестовое задание, например, номенклатура стран и соседей России. Или творческое задание, дискуссия и перспектива географического положения России. Вот как-то так. Подробно текст контрольной работы, конечно, прикреплять не нужно. Итак, коллеги, почему результат называть стран-соседей России, он именно начальный или репродуктивный, а не продуктивный? Вот господин Тихорский пишет. Это просто выучить. Да, в этом вся фишка, как сейчас говорят. Ну, точнее, нет, так говорят уже давно. Ребенок на этом этапе просто репродуцирует, то есть повторяет те знания, которые ему дает учитель или учебник вообще. Он просто перечисляет все страны-соседей России. На повышенном уровне ребенок уже должен уметь что-то делать сам. И, например, какой здесь может быть повышенный результат? Ну, например, мы скажем, что ребенок на этом уровне оценивает транспортное сообщение России со странами-соседями. То есть, смотрите, в чем тут уже прирост компетенции ребенка? Ему нужно не просто посмотреть на карту и воспроизвести то, что он увидел. Ему нужно порыться в нескольких источниках, в интернете или в статистических каких-то данных. Нарисовать, может быть, карту. Вы можете по своим желаниям этот результат развить, например, именно изготовить карту, да, контурную, со странами-соседями России и транспортным сообщением. Увидеть плотность, с которой ходят поезда. Ну, сейчас это сложнее в связи с ковидом. Вот уже два года международных поездов практически нет. Но я в теории еще раз говорю. И таким образом ребенок выдаст в конце продукт. То, что он смог достичь сам, проанализировав, просинтезировав какие-то выводы. И это очень важно. Это качественно отличается от начального уровня изучения темы. И на высоком или рефлексивном уровне ребенок должен создавать вообще что-то новое, подключая какие-то очень высокие компетенции. Критического мышления, творческого мышления, научного мышления. Например, напишем это так. Обосновывать с помощью статистических источников. Перспективы внешней торговли России со странами-соседями. Вот. То есть тут ребенок не просто создаст новый продукт, а еще выскажет предположение о том, чего нет. И выскажет оценку. Перспективы хорошие, перспективы плохие. И сможет попытаться хотя бы показать, почему это так или не так. Еще раз обращаю внимание коллеге. Я эти результаты взял из головы. Вы увидите реальный список результатов, которые к этой теме предложены. И вам нужно будет всего лишь их расставить в правильном порядке. Высокий результат. Как изменится географическое положение России в будущем? Станислав комментирует. Можно, но... Смотрите, коллеги. Из моего личного педагогического опыта, когда у тебя чрезвычайно широкое поле для размышлений, нужно все-таки его направлять в научном поле. Чтобы те размышления и те выводы, к которым приходят, или к которым пытаются прийти наши обучающиеся, не были голословными. Это очень важно. Иначе мы теряем научную ценность нового знания. Коллеги. Антон Сергеевич. У нас наверняка сейчас у наших слушателей возник такой следующий вопрос. Если мы обратимся, собственно, к шаблону рабочей программы, то мы увидим, что у нас обозначены предметные и метапредметные результаты. И скобочкой, где у нас метапредметные, обозначена буковка М. И, как я уже сказал, у коллег наверняка возник такой вопрос. А где же из этих трех результатов, собственно, метапредметный результат? Спасибо, Максим Михайлович. Да, вы вовремя меня остановили. Тут пока комментарий нам пришел. Это не пятый класс. Ну, конечно, я не буду вам давать готовую тему пятого класса, коллеги. Это было бы слишком скучно. Итак, смотрите. Метапредметные результаты. Часто мы к ним относимся как к лежащему что-то в другой графе во ВГОСе. Но на самом деле метапредметные результаты – это что такое? Это результаты, через которые обучающиеся постигают так называемые универсальные учебные действия, которых три вида – коммуникативные, регулятивные. И, о боже мой, стыд мне. Познавательные, коммуникативные, регулятивные. Вот я вспомнил третий вид. Не позор мне. Но метапредметное содержание… Сейчас, еще раз, простите, коллеги. Универсальных учебных действий можно достигать на любом предмете. Но при этом через предметное содержание. Мы не можем по географии взять и целый урок, например, посвятить просто повешенному в воздухе, не знаю, анализу и синтезу, как познавательным универсальным учебным действием. И мы на уроках географии достигаем метапредметных результатов через предметное содержание. И вот метапредметные результаты, обратите внимание, как они выделены в верхней строке. Курсивом и буквой М. И вот мы знаем, что обосновывать перспективы даже с помощью статистических источников можно не только на географии, можно на общество знания, можно на истории, можно даже на химии, в тех разделах химии, которые говорят про химическое производство, например. И поэтому, коллеги, мы смело эту часть результата выделяем как метапредметную, содержащую универсальное учебное действие, и ставим в конце результата букву М. Вот именно так, коллеги, вы должны будете оформить метапредметные результаты в своих созданных вами фрагментах рабочей программы. То есть, еще раз, мы находим в формулировке результата часть, которая отвечает за формирование универсального учебного действия, выделяем ее курсивом и ставим букву М в конце. При, может так случиться, что у вас буква М будет и здесь, например, в повышенном результате, а может быть и в начальном. Все зависит от того, как вы обоснуете наличие метапредметного, метапредметного смысла внутри предметного результата. Личностные результаты, есть два пути к заполнению этого столбца. Первый путь, коллеги, это открыть в ГОС, где они просто-напросто перечислены. И в ГОС у вас выложен в материалах к модулю 1, насколько я помню. Но лучше всегда бывает их преломлять тоже на предметное содержание. Хотя вот в моем случае, видимо, я пошел по легкой дороге. Можно прямо скопировать предметный результат из ГОСа, я не помню его формулировку. Что это воспитание гражданской патриотической позиции. Патриотической позиции. Вот, патриотической. Что-то я попадаю мимо клавиш. То есть, узнавая географическое положение России, мы воспитываем в детях гражданственность и патриотичность. Мы оцениваем своих, мы оцениваем наше взаимодействие с соседями, оцениваем его справедливо и говорим, какие перспективы у нас есть и в чем нам стоит еще развиваться. Вот, с полным перечнем личностных результатов можно ознакомиться во ВГОСе. При этом, коллеги, у меня есть просьба, и это логично. Вы дальше, вы не обойдетесь одной дидактической единицей в теме, конечно. У вас будут, у вас начнут появляться вторые строки, которые будут посвящены второй какой-нибудь дидактической единице. То есть, географическое положение России мы рассмотрели, а там есть еще, еще, еще. Так вот, если вы чувствуете, коллеги, что личностный результат, который вы очень хотите вставить в эту дидактическую единицу, в нее не встает, но очень сложно воспитывать гражданско-патриотическую позицию и любовь к родине во время изучения климата Южной Америки. Не нужно, простите, как говорят, натягивать сову на глобус. Это лишнее. Нужно делать то, что естественно в этой ситуации. На климате Южной Америки можно совершенно замечательно добиться личностного результата формирования уважительного и бережного отношения к окружающей среде. Когда вы скажете детям, например, что из-за вырубки лесов Амазонии происходит опустынивание массивных территорий в Южной Америке. Не нужно здесь пытаться гражданско-патриотическое воспитание каким-то образом найти. Нет, если вы можете, это ваше право, но личностные результаты – это очень тонкая материя, и дети обязательно почувствуют фальшь в ваших словах, если это будет натянуто. Говорю из своего личного опыта. Дальше, коллеги. Дальше, коллеги. Нам нужно заполнить еще три строки. Социокультурные и научно-технические ресурсы города или страны. Тут ваша полная фантазия. Вы можете сюда вставить все, что вы хотите. Сайты музеев, сайты производственных корпораций, сайт, я не знаю. Ну вот если я хочу выделить статистику железнодорожного сообщения, я весьма вероятно вставлю сюда ссылку на сайт rjd.ru и посчитаю расписание поездов, которые ходят, например, от нас в Беларусь или в Казахстан. Или куда еще, но сейчас почти уже никуда не ходят, но раньше ходили поезда вплоть до Москва-Ницца, например, был поезд. Цифровые ресурсы Mesh. Здесь вы просто-напросто, коллеги, на какой-то понравившийся вам материал из Mesh вставите ссылку. Зайдете в библиотеку Mesh, учебник mos.ru, я сейчас это сделаю. Найдете какой-нибудь сценарий урока по географии. То, что я сейчас вставлю, это не факт, что это нужно. И я напишу его ID 232.16.33, напишу, что этот сценарий темы называется плавание тел, плавание судов. Да, он не имеет никакого отношения к положению России географическому, но это для примера. И вставлю на него ссылку. И таким образом, коллеги, вы оформите нужную вам часть цифровыми ресурсами Московской электронной школы. Именно таким образом. И, возможно, оценочные процедуры, вы вставите все то, что вы со своими учениками хотите сделать в процессе изучения этой темы. Например, практическая работа. Определение стран-соседей России на контурной карте. И все. Ну, тут может быть их несколько, конечно. Но, конечно, просьба не перебарщивать. Если вы на какую-то небольшую тему, в которой, например, 3 дидактических единицы вставите 10 оценочных процедур, это будет, наверное, перебор, коллеги. Вот, коллеги, в принципе, с заполнением шаблона все, что нужно показать, я вам показал. Вопросы, коллеги, позадавайте в чате, пожалуйста. Что-то непонятно, что-то понятно. На чем может остановиться еще раз. Коллеги, если есть непонимание по поводу метапредметных результатов, можно тоже задать вопрос, даже нужно. Да, не стесняемся, коллеги. Самое главное, для чего мы здесь, это чтобы вы качественно поняли, как делать рабочую программу по-новому в ГОС. Антон Сергеевич, опросов пока у нас нет. Пока нет. Сейчас мы подойдем к... В принципе, мы рассказали вам почти все, что хотели. Мы сейчас отправим вам ссылку на второй опрос заключительный и посмотрим, изменилось ли ваше отношение, коллеги, к рабочей программе. И пока я готовлю ссылку, я расскажу вам несколько ответов на заблуждения, которые часто преследуют педагогов. Ну, и это нормально, это часть нашей жизни. Во-первых, коллеги, никто не заставляет вас пользоваться примерной рабочей программой. Это совершенно необязательный к исполнению документ. Юридически он значимости никакой, обязательной значимости не имеет. Можете составлять рабочую программу как вам угодно. Это первое. Второе. Рабочая программа составляется не на класс, коллеги, а на уровень образования. В нашем с вами случае это основная общеобразовательная школа с пятого по девятый. Но для зачета на курсы вы показываете только одну тему на ваш выбор из любого класса. Хотите пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого. Почему важно составлять рабочую программу не на класс, а на уровень образования? Тем самым, коллеги, вы обеспечиваете преемственность того пятого класса, который вам однажды пришел и который вы будете вести до девятого. А может быть, уже и не вы. Но вот эта преемственность методическая и педагогическая, она будет соблюдена, и это очень круто. Вот. Что еще у нас с вами? Вы можете переставлять порядок тем. Если вы работаете по какому-то УМК, вам не нравится порядок тем в нем, вы имеете полное право этот порядок тем изменить, отразив это в своей рабочей программе. И никто вас за это не может ругать. Абсолютно. Еще один такой заблуждение. Сейчас я выведу на экран QR-код и ссылку для прохождения заключительного вопроса. Еще одно заблуждение, коллеги, достаточно часто встречающиеся, что рабочая программа закрепляет количество часов на изучение предмета. Нет, не закрепляет. Количество часов вы имеете право тоже варьировать, исходя из своих условий. Может, вдруг вам в августе заместитель директора по содержанию скажет, знаете, мы подумали, что география такой важный предмет, что мы вам в седьмом классе дадим три часа. И вы имеете полное право сделать рабочую программу на три часа. А можете на один и в ней увеличить и поставить разные темы. Абсолютно полное ваше право, коллеги. Итак, коллеги, QR-код со ссылкой на заключительный опрос здесь. Ссылка на сам опрос в чате. И сейчас потихоньку начали уже на него прилетать ответы. И мы... А позвать еще такой небольшой комментарий по поводу заблуждений. Пожалуйста, Максим. Да, еще одно очень частое заблуждение. Это рабочая программа составляется не по учебнику, а рабочая программа составляется по предмету. А учебник может являться вашим помощником, только лишь помощником к составлению вашей рабочей программы. Да, коллеги, это, кстати, правда. У нас часто есть привычка копировать рабочую программу с примерной программы по УМК. Никто вас не заставляет этого делать. Если вы хотите работать по своей рабочей программе и только как помощником, каким-то пособием пользоваться учебником, вы можете это делать. Вы можете это делать. Коллеги, вопросы уже летят. Ответы, точнее, сейчас уже 102. Мы тоже, наверное, накопим 105... 150, простите, и... покажем их вам в завершении. 119 у нас уже ответов, коллеги. Чуть-чуть совсем. Да, Сергей, вот если обращаться к первому опросу, то вот у нас 15% наших слушателей ответили, что рабочая программа для них не является рабочим инструментом. Вот давайте посмотрим, да, наверное... Да, мы посмотрим, как сейчас будет. 133 ответа, я дождусь еще 17 для чистоты эксперимента. Сейчас я пока выведу на экран с себя, чтобы подготовить слайд. Вопрос, может, мы уже на него ответили. Фрагмент рабочей программы будем делать для пятого класса или для любого? Для любого. Имейте полное право. Итак, два ответа осталось, коллеги, и мы покажем их вам, и я скажу, что результаты меня уже радуют. Один вопрос, один ответ остался, коллеги, до 150. И кто же будет 150 счастливчиком? Мы не узнаем, но мы все ему похлопаем. У нас есть 150 ответов, и я буквально уже в скорости поделюсь ответами с вами. Дайте мне буквально 40 секунд на это. Итак, коллеги, вот такие у нас потрясающие итоги. Если в первом вопросе 49% участников вебинара сказали, что... Твердо сказали, что да, рабочая программа является инструментом рабочим, то сейчас уже таких больше 67, коллеги. Мне кажется, это отличный показатель того, что мы движемся в очень правильном направлении, что мы будем учиться делать хорошие рабочие программы и с их помощью достигать очень крутых образовательных результатов. Вот. Мы потихоньку подходим к завершению. Как раз мы укладываемся во время. До 7 часов было заявлено. Коллеги, оставляйте, пожалуйста, комментарии, вопросы. Мы будем очень рады их читать, очень рады их видеть. Наши контакты, которыми вы можете воспользоваться для связи во время курсов. Это почта tdomesh.mgpu.ru, сайты университета, сайты нашего института, институт содержания методов и технологий образования, социальные сети ВКонтакте, YouTube. И также вы на сайте университета при большом желании на сайте МГПУ можете найти меня. Еще раз скажу, меня зовут Антон Сергеевич Агапов-Стрижаков. Я старший методист по географии. И если у вас есть какие-то важные и срочные для решения вопросы, вы можете задать их лично мне. Я буду стараться на них отвечать. Максим Леонид Чьяковлев спрашивает, а как в итоге записаться в группу по работе над программой в Телеграме? Насколько я понимаю, да, вы должны записываться у своего куратора. Да. Спасибо, нет вопросов, хочется начать выполнение работы. Если нет вопросов, можно отключаться. Да, коллеги, все, на этом мы с вами прощаемся. Всем доброго и хороших выходных. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok